Духовный процесс означает стать подобным горе, устойчивым, неподвижным, потому что человек способен на многое, только если у него есть стабильная основа. Насыщенность жизни возможна только в условиях абсолютной устойчивости, иначе насыщенность приведет к безумию. Да? Вот почему очень многие творческие люди, в которых чуть больше энергии и креативности, чем обычно, в итоге становятся чудиками, почти сумасшедшими, потому что без устойчивости вы не сможете продолжать этот танец. Вот почему. Шива означает неподвижность, и в то же время шива означает танец. Он предстоит перед вами либо сидящим неподвижно, либо во взрывном паре витанса, потому что взрыв возможен только при наличии устойчивой основы. Взрыв, не несущий разрушений, возможен только если присутствует устойчивость. Так что устойчивость. Люди пытаются обрести устойчивость, контролируя и упорядочивая свою жизнь. Ваша бабушка могла так говорить вам, как обрести устойчивость, контролируя себя, и тогда ты достигнешь устойчивости. Да, а если умрете, станете очень устойчивыми. Абсолютно. Это я вам гарантирую. Так что обычно жизнь людей, которые говорят об устойчивости, напоминает запор. Знаете, что такое запор? Значит, все происходит по чуть-чуть. Их радость, любовь, экстаз — все происходит по чуть-чуть. Это и есть запор. Так что устойчивость появляется не в результате снижения темпа жизни или упрощения ее до предела. Это вам ничего не даст. Устойчивость — это результат того, что вы видите все совершенно ясно. Именно поэтому, когда мы говорим о дьоге, мы говорим об устойчивости. И в то же время об энергичном танце. Это возможно только благодаря тому, что у него больше, чем два глаза. Не обязательно три. Просто больше, чем два. Это означает, что он видит гораздо больше, чем большинство людей. Именно из-за этого он может быть устойчивым. Если вы видите все только с одной стороны, вы не можете быть устойчивым. Так что все усилия направлены на то, чтобы видеть лучшее. Вот, например, даршин. Означает видеть. В индийской культуре всегда говорилось об этом. Вы идете в храм не для того, чтобы отправить свою петицию, но ради даршина, чтобы видеть лучшее. По сути, люди не в состоянии увидеть того, что происходит с жизнью. Просто из-за того, что они идентифицируют себя со множеством вещей. Идентификация распространилась на многие вещи. Как только вы отождествляете себя с чем-то, ваш ум понимает, что это отождествление нуждается в защите и начинает работать над этим. Как же мне преодолеть свое отождествление с нацией, религией, расой? В этом нет необходимости. Если вы перестанете отождествлять себя со своим телом, все исчезнет. Все исчезнет, потому что все берет свое начало в теле. Все остальное — это лишь усиление вашего отождествления с ограничениями вашего тела. Как только вы отождествляете себя с телом, все остальные отождествления — лишь умножение. И они приумножаются с большой скоростью. Чем успешнее вы будете в том, что делаете, тем быстрее будет происходить приумножение. И тем меньше вы сможете видеть. По мере роста ваших отождествлений, психологическая драма будет увеличиваться с возрастающей силой. Не позволяя вам видеть, вы утонете в своих мыслях и эмоциях. К сожалению, мир постоянно подталкивает людей к тому, чтобы верить, что то, что происходит в вашем уме, очень важно. Я же пытаюсь убедить мир в том, что происходящее в вашем уме — всего лишь хлам.